Бороться и играть. За этим и, конечно, за победой приезжают команды на футбольное поле. 85 любительских сборных гоняют мяч, чтобы 11 августа получить награду. Главный трофей – Кубок главы администрации Евгения Коржа. Победители определятся в каждой возрастной группе. Практически каждый матч насыщен голами. Так, встреча между командами «Сокол» и «Армата» закончилась со счетом 6-0. В пас хорошо играют, по уродам удары. А соперник как играл? Сильно или у вас работы не так много было? Немножко. Слабенько. У представителей спецшколы команды «Сокол» впереди плей-офф. Над стратегией парни уже работают. Не допускать соперников играть в пас команды. Следующими на поле сразились «Легион» и «Эрди». Мальчишки обеих команд не боялись идти к воротам. С начала игры лидерства взял коллектив с названием «Road to the Dream», что по-русски – дорога к мечте. В одной атаке соперника вратарь «Легиона» два раза подряд спас свою команду. Однако защитники слишком понадеялись на своего голкипера и позволили противнику укрепить преимущество. Во многом на результате игры сказывается погода. Практически весь турнир сопровождает 30-ти градусная жара. Но парни терпят, как настоящие футболисты. Жара невыносимая, то есть играть сложно достаточно. Еще вот в футболке и в кофте, но это достаточно сложно. Весь матч выстоит так, под палящим солнцем, еще резина нагрелась. После трех пропущенных голов «Легион» взял себя в руки. В итоге сумел отыграться. Игроки в красных футболках отправили четыре мяча в ворота соперника. Насыщенная моментами концовка привела к ничейному результату. 4-4 счет после матча группового этапа. В битву за призы «Легион» выходит с первого места. РД со второй строчки. Парни делятся личными достижениями турнира. Я заблокировал гола четыре, а забил всего пять. А в этой игре три. Я забил сходишь два раза, но я защите играю, помогаю команду. Впереди у команд плей-офф борьба за выход в тройку лучших в каждой возрастной группе. Награждение победителей и призеров по традиции пройдет в день физкультурника 11 августа.